Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами на довольно серьезную тему. В наших роликах на нашем канале мы постоянно пропагандируем экологически дружественное ведение сельского хозяйства с минимизацией использования химически синтезированных средств защиты растений, а также с применением современных биологических препаратов для защиты растений. Это очень важно, потому что зачастую биологические препараты показывают даже большую эффективность в отношении патогенов растений, нежели чем какие-то химически синтезированные препараты. Но у этого способа имеется также и обратная сторона медали. Дело в том, что вместе с подавлением жизнедеятельности патогенных микроорганизмов, бактерий и грибов, некоторые биологические препараты способны ухудшить состояние почвенных бактерий, естественной микрофлоры, а также дополнительной микрофлоры, которую мы вносим с целью стимулирования роста растений, защиты растений. Мы не раз на нашем канале говорили, что некоторые штаммы сенной палочки, например, такие, как сенная палочка штамм 26D из препарата фитоспорин, не очень-то дружат с триходермой из препарата триходермой Хорциану. Показывали это всё и рассказывали, почему так может происходить. И вот интересно, что поиск литературы, научной литературы, результатов научных исследований в отношении взаимодействия сенной палочки и различных других бактерий полезных, а на сегодняшний день биологические препараты, такие продвинутые, уже делаются не только и не столько на основе сенной палочки, но также и на основе различных псевдомонад. Это вот и препарат такой, как и стимулы, гулливер, вот они здесь у меня стоят. Они делаются на другой основе. Бактоген, вот он на основе сенной палочки сделан. Ну, фитоспорин сделан, наиболее известный, наверное, на основе тоже сенной палочки. Также имеются препараты фосфат-мобилизующих бактерий, у нас есть видео на канале. Также есть препараты на основе азотфиксирующих бактерий, у нас также есть видео на канале. И вот в литературе я столкнулся с некоторыми противоречивыми сведениями, касающимися воздействия различных штаммов сенной палочки на растения, на полезную микрофлору. Вот сразу скажу вам, что эта информация, ну, так сказать, ее можно найти в интернете, тоже прочитать. Вот, например, диссертация. Кандидатская диссертация «Особенности биологической активности эндофитных штаммов с различной степенью антагонизма к фитопатогенным грибам». Защищалась она в Башкирском государственном огражденном университете. И здесь есть интересные данные. Первое, что меня заинтересовало, это показано было в процессе экспериментальной работы, что в лабораторных экспериментах установлено, что метаболиты даже в очень низкой концентрации, имеется в виду штамма 26D фитоспорин, даже в очень низкой концентрации, многократно в сравнении с контролем подавляет рост проростков пшеницы. Это первое, что меня как бы забеспокоило, что на самом деле не все штаммы одинаковые. Мы все время говорим про то, что, ну, понимаете, если мы характеризуем один сорт томата, это не значит, что мы характеризуем все сорта томата одновременно. Да, у них есть листья, да, есть стебель, но все остальное, в общем, все, что нас интересует, у всех сортов разное. Точно так же и здесь, если штамм сеной палочки, да, это сеная палочка, но штаммы все очень разные. И с разным отношением к растениям, с разным отношением к полезной микрофлоре. И второе, что меня здесь зацепило, это то, что эндофитные штаммы Bacillus subtilis, отличаются по антагонистичности к почвенным азотофиксаторам. И здесь прописано, что штаммы 26D, вот этот вот штамм фитоспорина, не проявляют, не подавляют рост бактерий азотобактер хроококку и других азотобактеров. Ну, а надо напомнить, что, например, такой препарат, как азофит, он в своей основе как раз содержит бактерии азотобактера. Ну и вообще мы все время поддерживаем различные полезные бактерии в зоне роста корней для того, чтобы они выполняли там необходимые для нас функции, в конечном счете повышали продуктивность растений и их устойчивость к болезням и вредителям. Ну, не подавляют, очень хорошо, не подавляют. Однако же в другой публикации, эта публикация, это уже также диссертация, но уже другого автора, но также в Башкирском государственном университете она защищалась, то есть из того же региона называлась «Реакция растений на стресс в сообществе с эндофитными представителями бацилиус субтилис». И вот одним из выводов этой диссертации было показано, что первое, что внесение вот этого штамма 26D подавляет развитие микоризы, микоризных грибов, и это вполне согласуется с теми результатами, которые мы вам показывали в отношении триходермы. Вот у меня здесь заодно проверены все, ну, по крайней мере, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь препаратов, различных препаратов на основе сенной палочки, и уже как они, в свою очередь, относятся к триходерме. А надо сказать, что триходерма и вириды, и хрицианум способны к образованию микоризы. И вот я вам расскажу обязательно, как все семь препаратов относятся к триходерме. Но и также меня здесь забеспокоило то, что установлено, что обработка семян, бацилю субтилист штаммом 26D, то есть фитоспорином, влияет на рост хозяйственно полезных бактерий азотобактер и подавляет этот рост, то есть подавляет развитие полезных микроорганизмов. То есть в этой диссертации прописано, что даже очень низкие концентрации подавляют рост проростков пшеницы, но пшеница как модельный объект была взята, а в этой публикации есть небольшое противоречие, ну собственно даже большое, которое здесь указано, что азотобактер не подавляется, а здесь указано, что рост азотобактера подавляется. Ну что ж, тем более если есть противоречия и возможности и ресурсы проверить самостоятельно, подавляется рост или нет, я провел вот тут вот просто штабелями огромными у меня в чашке Петри, потому что на них я поставил теми же методами, как изучались в этих диссертационных работах, похожими же аналогичными методами, поставил эксперимент по оценке подавляет или не подавляет рост вот этих вот биопрепаратов и стимула, и гулливера, и азофита, вот эта вот сенная палочка. Ну и для сравнения также взял разные другие препараты, ну и тоже взял бактаген для того, чтобы все-таки как-то посмотреть вот на все эти реакции. Что ж, сейчас вам это все покажу и расскажу непосредственно на чашках Петри. Вот я вам сперва покажу схему эксперимента. Вот здесь вот на этой чашечке у меня контрольная чашка. Здесь посерединке, вот сверху вниз, посеян штамм, который не оказывает отрицательного воздействия ни на одну из высеянных бактерий. Вот посмотрите, слева вот здесь вот, здесь у меня засеян стимул, потом гулливер, потом азотобактер из препарата азофит. И вот посмотрите, как стимул здесь выделяет хорошо пиавердин, такой зелененький, вот так хорошо очень видно, в этом его в том числе большая-большая ценность. Он очень сильно в этом смысле отличается от сенной палочки, которая к этому не способна. А вот посмотрите, здесь высеян штамм с высокой антагонистической активностью. Вот посмотрите, вот этот вот красненький штамм вообще не вырос, то есть что-то здесь выделяется, он очень далеко только вырос. Этот штамм что-то выделяет, что подавляет рост вот этой бактерии. Это, между прочим, серация, марцестенс, которая является возбудителем оппортунистических инфекций. Ну это так, просто для демонстрации. И вот смотрите, как сильно подавился рост бактерий, которая стимул, да, вот этой псевдомонады. Вот он так сильно подавился, что здесь тоже только вот хвостики, есть какой-то рост, а вот здесь роста практически нету, да, вот если сравнить. Ну это методическая такая часть, это как это делается и как это работает. А сейчас давайте посмотрим, как это получилось с штаммами сенной палочки. Ну а это уже результаты основного эксперимента. Вот здесь, вот в этой вот чашечке у меня засеян штамм 26D, который фитоспорин, ну а вот в этой вот чашечке у меня засеян штамм, который является основой препарата бактоген, тоже на основе сенной палочки. Вот давайте посмотрим. Вот, ну начнем с бактогена. Вот смотрите, никакого подавления, если вспоминать ту методическую часть, никакого подавления здесь нету, даже примерно. Видите, здесь все штаммы замечательно подходят, растут, вот рядышком с вот этим экватором, как бы, да, который сверху вниз, это как раз бацилюс субтилис, который из препарата бактоген. И вот давайте глянем, что получается на фитоспорине. По сути, здесь у меня получилось воспроизвести, воспроизвелись те данные, которые были опубликованы в одной из диссертаций. Вот здесь сверху вниз растет азотобактер, потом стимул, потом гулливер. Ну, на гулливер вот никак не действует, он хорошо растет, на эти бактерии тоже никак не действует. Вот посмотрите стимул. Здесь, по крайней мере, на один сантиметр от вот этого центрального штриха, здесь роста этой бактерии нету. И в целом ее рост тут достаточно подавлен. Это псевдомонада. А вот, что касается азотобактера, то вот почти на половину штриха, даже чуть больше, здесь также рост отсутствует. Это означает, что да, действительно, по крайней мере, тот штамм, который входит в состав препарата азофит, он подавляется действием штамма, который входит в состав препарата фитоспорин. Ну, то есть, надо быть очень разумно и аккуратно принимать решения при использовании вот таких средств защиты тоже. То есть, не надо думать, что это все абсолютно безопасно. Ну, бактоген, ну да, понимаете, возможно, из-за того, что он был создан одними, можно сказать, и теми же руками в одной лаборатории, там просто это закон, когда такие антагинистические связи проверяются и выверяются, не используются такие вот штаммы, которые в том числе подавляют полезную микрофлору. То есть, отбираются все-таки агрессивные по отношению к патогенам и менее агрессивные по отношению к каким-то полезным, агрономически важным бактериям. Ну, конечно, более современные препараты, они уже как бы более эффективные могут быть. Ну, а здесь надо просто помнить про те риски и опасности, которые могут вас преследовать, в том числе при использовании и биологических средств защиты растений. Таким образом, вот по этим результатам, которые мы получили в лаборатории, можно четко увидеть, что вот штамм 26D, который из фитоспорина, он, к сожалению, способен подавлять некоторые полезные бактерии, и, в общем-то, подтверждаются те факты, которые говорят о том, что этот препарат 26D способен подавлять азотфиксирующих бактерий, в частности, вот азотобактера. Ну, а в наших экспериментах также было показано, что он способен существенно подавлять действия препарата, который называется стимул, который является очень сильным и очень мощным стимулятором роста и развития растений. Ну, поэтому, конечно, надо быть осторожным с применением этих препаратов, ни в коем случае не передозировать эти препараты, потому что, как видите, они в большой дозировке могут подавлять рост и развитие растений. Так что, хоть они и, в общем-то, безопасны для здоровья человека и окружающей среды, однако же при всем том, надо быть очень аккуратными с этими препаратами. Вот такая вот честная правда об этом. Может, она кому-то нравится, может, кому-то не нравится, кто-то будет злиться по этому поводу. Но на самом деле трагедии никакой из этого делать не нужно. Нужно просто смотреть наш канал Процветок и правильно применять все эти препараты. Что касается взаимодействия сенной палочки из семи препаратов с двумя видами триходермы, то смотрите нас в следующем выпуске. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать ценную информацию для садоводов и огородников. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего! Продолжение следует...